Привет, братцы-рыбаки! Если у вас где-то завалялся сломанный или ненужный хлыстик от летней удочки, то сейчас я вам покажу, как из него можно сделать очень легкую, отличную зимнюю бескивковую удочку. Нам понадобится вот это второе колено, которое внутри. Вот эта верхняя часть у меня пойдет совсем на другую удочку. Видео про это я сниму попозже. Также нужна будет длинная пробка, плотный пенопласт, либо строительный утеплитель, ну и также немного инструментов. В качестве шаблона взял катушечку от зимней лески. Так вот ее обвожу. Затем обычным ножом можно отрезать. Такая вот ширина не нужна, поэтому немного отрезаем. Дальше при помощи тонкой наждачной шкурки выравниваем поверхность. Ширина должна быть где-то на две трети от самой пробки. Теперь с помощью того же ножа скругляем края. Так вот будет достаточно. Затем приблизительно по центру делаем отверстие. Вставляем туда длинный болтик с шайбой. И всю эту конструкцию зажимаем в дрели. Ну и при помощи наждачной шкурки делаем форму круглой. Вот приблизительно что получилось. Теперь более мелкой шкуркой это дело надо все отполировать. В итоге вот что получилось. Такая вот катушечка. Собираем дальше. Теперь внутреннее отверстие нужно расширить, чтобы туда влезла пробка. Это можно сделать с помощью либо сверла, либо обычного надфиля. Так же подойдет круглый напильник. Просто расширяем отверстие, пока туда туго не будет залазить пробка. В итоге вот что должно получиться. Такой вот длинный хлыстик мне не нужен. Вся длина удочки будет 30 сантиметров. Отмеряю и отпиливаю с тонкой стороны хлыстика. Вот это вот и будет сама удочка. После того как отпилил, чуть-чуть надо краешек скруглить. Теперь с помощью шила необходимо самой пробке проколоть отверстие. Отверстие должно быть ровно по центру. Шилом работайте очень аккуратно, чтобы не повредить руки. Вот отверстие готово. Теперь осталось только собрать. Вставляем отпиленный хлыстик. Продеваем его. С тыльной стороны сам хлыстик должен чуть-чуть выступать за катушечку. Буквально там на 2-3 миллиметра. Где-то вот так. Теперь вот поджимаем. Вот и все, друзья, удочка готова. Осталось ее только оснастить. Как вы могли убедиться, потратил я минут 10 на все изготовление. Сейчас перехожу в дом и там уже буду все доделывать. Итак, перебазировался я с улицы в дом. Удочка готова. Осталось ее только оснастить. Леску я буду использовать на 12-ю до 1,5 килограмма. Поставлю вот такую вот самодельную мормышечку. Ну и чтобы леска не перетиралась, мне нужно одеть такой вот силиконовый кембрик с обеих сторон на само удилище. Отрезаю два кусочка на носик и на тыльную часть. Одевать нужно не до конца, чтобы чуть-чуть вот здесь вот торчала резинка. Леска будет по ней амортизировать и не будет перетираться об сам хлыстик. Чтобы одеть на широкую часть, взял зубочистку. Вот так вот подворачиваю край один. Закатываю, грубо говоря, колечком. Вставляю и одеваю. Чтобы также остался один маленький хвостик, примерно 2-3 миллиметра длина. К катушке привязал и наматываю леску. Намотался 30 метров, чтобы было с запасом. Теперь нужно край продеть в хвостик и вытащить уже через носик. Вставляем и продеваем. Вот что получилось. Осталось привязать мормышку. Ну вот и все, друзья. Моя бескивковая удочка готова к эксплуатации. При транспортировке можно вот так вот за пробку цеплять любую мормышку. Не снимая ее. Просто воткнули в пробочку и положили в свой рыболовный чумстанчик. Удочка очень легкая. Практически ничего не весит. Любая поклевка будет отдаваться очень хорошо в руках. Вот такая вот очень простая в изготовлении бескивковая удочка у меня получилась. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр и до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok